Невозможно представить себе нашу жизнь без смартфонов, планшетов и ноутбуков. Стоит ли рассуждать о том, полезны или вредны гаджеты для детей, если не стали неотъемлемой частью нашей жизни? Опасность представляют не сами гаджеты, а то, что именно с ними делает ребенок и насколько долго. Часто у родителей просто нет информации о том, что злоупотребление мультиками или компьютерными играми может мешать развитию мозга. Отличную аналогию предлагает Манфред в своей книге «Антимозг». Он пишет о том, что когда были открыты свойства рентгеновских лучей, никто не знал о том, что они могут приносить вред. Как вы думаете, где их стали активно использовать? В магазинах детской обуви, чтобы точно представлять себе, как выглядит ножка ребенка. Вернемся к гаджетам. Что вообще означает это слово? Гаджет – это небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека. В жизни современного ребенка гаджет появляется в младенческом возрасте, потому что это удобно. Занимать мультиками, успокаивать мультиками, кормить под мультики, сажать на горшок с мультиками. В чем же тут опасность? Первое. Уменьшение двигательной активности. Вот самая главная опасность гаджетов. Детство – это время, когда формируются связи между мозгом и телом. Это происходит благодаря тому, что во время свободных движений ребенка, бега, ходьбы, прыжков активируется вестибулярная система. Она регулирует мышечный тонус и автоматические движения глаз. Хотя мы об этом не задумываемся. Если ребенка постоянно занимают и успокаивают гаджетами, у него угнетается потребность двигаться. Результат может повлиять не только на развитие координации движений, но и на речь, а также на способность к обучению в школе. 20-40% младших школьников сейчас испытывают с этим проблемы. Не могут нормально научиться читать, писать и считать. Мы обследуем таких детей в нашей клинике, и более чем у 85% из них инструментальные исследования выявляют нарушения в работе вестибулярной системы. Возможно, эти нарушения могли бы компенсироваться сами, если бы не коляски, манижи, автомобильные кресла и другие приспособления, которые также делают жизнь родителей комфортнее, но при этом способствуют снижению двигательной активности ребенка. Но больше всего нарушают двигательную активность именно гаджеты. 2. Память. Теперь не нужно запоминать информацию, ведь всегда можно погуглить, интернет всегда с собой. Номера телефонов тоже не нужно заучивать, это удобно, но что если телефона с записной книжкой не будет под рукой? Что если не навигатор не захочет работать? Память современных детей тоже не радует. Это опять же связано с недостатком физической активности. В мозге есть структура, похожая на морского коника, она называется гиппокамп. Гиппокамп отвечает за превращение кратковременных воспоминаний в долговременные, и его работа очень зависит от вестибулярной системы. Опять возвращаемся к тому, что из-за злоупотребления гаджетами многие дети стали мало двигаться, что нарушает работу памяти. 3. Зрительное восприятие. Мы видим не глазами, а мозгом. Причем в мозге есть две системы, которые отвечают за зрительное восприятие. П-система распознает узор, фактуру, детали мелких неподвижных объектов. М-система регистрирует все, что движется. Хотя изображение на экране смартфона движется, это стимулирует только П-систему, потому что экран двухмерный, в отличие от реального мира. В современных мультиках очень быстро сменяются кадры. Дети привыкают к такой пульсирующей зрительной стимуляции, поэтому многим неинтересно смотреть медленные советские мультфильмы. А что делать воспитателю или учителю? Взрослым можно конкурировать с яркими движущимися картинками на экране. Ребенок просто не способен удерживать внимание на таком скучном объекте. Некоторые родители считают, что хорошие мультфильмы способствуют развитию речи. Не всегда. Ведь артикуляция мультипликационных героев не соответствует тому, что слышит ребенок. 4. Слуховое восприятие. Гаджеты могут негативно влиять и на развитие слухового восприятия. В реальном мире звук может доноситься из разных сторон, и ребенок на него реагирует, поворачивая голову или все тело. Если источник звука – телефон, то в этом нет необходимости. Не формируются механизмы селективного слушания – автоматического выбора мозгом главного слухового сигнала. 5. Взаимодействие со взрослыми. Ребенок учится многому взаимодействию со взрослыми, наблюдая за действиями взрослых, участвуя в совместной деятельности. А у взрослых есть искушение дать ребенку телефон и спокойно заняться своими делами. Никто не говорит, что это недопустимо, но ответьте честно себе на вопрос. Сколько часов в день ребенок проводит один на один с гаджетами? Именно здесь кроется опасность. Некоторые дети проводят с телефоном 8-10 часов в день. Это реальность. Без взаимодействия с родителями ребенок не сможет получить важное знание о мире. Проблема в том, что постепенно он начнет всегда выбирать телефон, а не вас, потому что потребность в использовании гаджетов сравнима с наркотической зависимостью. Так в жизнь вашей семьи входят истерики ребенка, он кричит, замахивается на вас кулачком, но все стихает, как только в его руках оказывается смартфон. 6. Нарушение сна. Это уже о детях постарше, которые пользуются социальными сетями. Телефон, который лежит рядом с кроватью, часто становится причиной серьезных нарушений сна. Это происходит как из-за экрана, который светится и нарушает выработку мозгом мелатонина, гормона сна, так и из-за того, что ребенок постоянно заглядывает в телефон, чтобы проверить ленту и лайки. Даже выключенный телефон, который лежит на расстоянии вытянутой руки от ребенка, может стать причиной бессонницы. А бессонница нарушает функционирование мозга, ведь во время сна мозг не отдыхает, а интегрирует информацию, полученную днем. Какие последствия злоупотребления гаджетами проявляются у детей? Снижение двигательной активности. Страдает координация движений, осанка, контроль движения глаз, память. Биологически неадекватная слуховая стимуляция. Страдает способность воспринимать информацию на слух. Угнетение развития зрительной М-системы. Страдает способность к обучению чтению. Нарушение коммуникации и речи. Нарушение сна. Нарушение внимания и саморегуляции. Как избежать негативных последствий использования гаджетов? В современном мире взрослый, который контролирует экранное время, контролирует и развитие мозга ребенка. Это ответственное поведение взрослого человека. Взвесить все риски и взять на себя ответственность. Важно понимать, что если вы не даете ребенку телефон, следует предложить что-то взамен. Это что-то взаимодействия и игры с вами, так что придется пожертвовать частью своего личного времени. Но, вероятно, вы предполагали, что так будет, когда собирались стать родителями. Не нужно лишать ребенка гаджетов, но важно научить их использовать разумно. Соблюдение простых правил поможет вам избежать опасных для развития нервной системы ребенка последствий. До 3 лет ребенок не должен пользоваться компьютером, планшетом и телефоном. После жесткие ограничения по времени использования цифровых технологий. 15-30 минут не занимайте ребенка телефоном, компьютером до 7 лет, ребенку не нужен собственный телефон или планшет. Контролируйте контент. Пока ребенок школьного возраста не сделал уроки, он не должен пользоваться телефоном или компьютером для игр и общения. В комнате ребенка ночью не должно быть компьютера или телефона. Не забывайте о необходимости живого общения с малышом. 3-4 часа двигательной активности в день необходимы для нормального функционирования мозга малыша.